День с толком Продолжение следует... Теперь жевательные смеси сомнительного качества вообще не должны попасть в руки детей и подростков. Напомним, ранее был принят федеральный закон, запретивший продажу на свая и табачной смеси. Краевой дополнил профилактические меры, поскольку производители этой продукции стали пропитывать смеси табакозаменителем и выпускать их в виде леденцов, мармелада, пастилы. Но этот химический состав оказался в разы опаснее. Так говорят в профильном комитете. Когда изучили содержание никотина в этих пастилках, то оказалось, что оно превышает количество в одной сигарете в 50-60-100 раз. Были отдельные пластинки, где вот сигарете 1-1,5 мг никотина. В этих пастилках доза доходила не просто до 150 и выше, а даже до 4035. Теперь предпринимателей, которые продадут смеси несовершеннолетним, ждет реальный штраф. От 3000 должностным лицам до 15 юридическим. Напомним, что употребление подобных смесей может повлечь за собой отравление никотином. И если в малых дозах это выражается в повышенной активности, то в больших – нарушениями дыхания, проблемами с сердцебиением. Без хлеба и лекарств по-прежнему отрезаны от большой земли из-за снегопадов жители Локтевского района. По словам местных жителей, из поселка Масальский нельзя выехать. Дороги из-за несвоевременной расчистки замело так, что никакая техника их не берет. Вот стоит автобус, люди сами копают. Нету ни трактора, ничего. Автобус застрял. Пытаются выехать, не получается. Разворачиваются обратно. Локтевский район – один из трех, где введен режим ЧС. Сейчас метель стихла, но выбраться из сел люди не могут. Полторы тысячи жителей поселка Масальский сегодня дожидали снегоуборочную технику. Дождались, но она ничем не помогла. Вчера приходил ротор, по-моему, он не смог взять этот снег, то есть это так запустить дорогу, то есть что он взять не смог и толку не было. И мы теперь без хлеба в деревне. У меня два дня кровотечение течет. Я не могу вызвать никого. Напомним, режим ЧС из-за продолжительных метелей сохраняется также в Зминогорском и Третьяковском районах. Одобряем, но критикуем. Общественная палата Алтайского края рассмотрела поправки, которые собираются внести в Конституцию. Участники разговора готовы пойти дальше и внести дополнительные корректировки. Об этом расскажем далее. Конституция рождалась в угаре. Так заявил один из участников Академии Кран Михаил Шишин. Это он о главном документе 90-х годов. И потому ее нужно менять. И эти поправки могут быть не последними. Общество и сама политическая система уже готовы. А существующая Конституция не отвечает даже на самый главный вопрос, рассуждает один из представителей. В Конституции очень слабо отражено генеральное, ну так не годится это слово, но в общем суть, что мы строим, какое государство. Социализация. На этот путь сейчас вступает наша Конституция, уверены в общественной палате. Горячее питание младшеклассников, финансовая помощь мамам первенца. Но это еще не все, что требуется. По мнению участников, стоит пересмотреть налоговые статьи, обеспечить пенсию не ниже мрот и с индексацией. Более четко должен быть прописан механизм индексации пенсии работающим пенсионерам. Они сегодня работают в большинстве своем не потому, что у них много денег, а потому, что как раз пенсия достаточно маленькая. Как представитель учительского сообщества, я могу сказать, что учитель, который сегодня по новым правилам отрабатывает 28 лет, получает право на пенсию в 12 тысяч. Мы понимаем, что крупные административные центры, которые выполняют государственные полномочия, это, ну, так в этой аудитории можно говорить, это, наверное, все-таки спорно к местному самоправлению. Да, уровень сельских поселений, это вопросы сходов. Поэтому здесь будет дискуссия в этой области. Но я думаю, что здесь, конечно, посыл дан очень интересен для дальнейшего совершенствования законодательной базы. Интересно, рассуждают участники, будет и определение новых функций для местных властей. Эти дискуссии лишь намечаются. И, конечно, еще один важный вопрос, дадут ли статус реального представителя власти самой общественной палате. Резолюцию с предложениями участники направят в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию. Анастасия Драган, Алексей Фридиан, День с толком. Спортивный комплекс, а не парк. Общественный совет примин природы Алтайского края поддержал строительство ФОКа в парке имени Ленина и даже составил письмо на имя губернатора с обоснованием своей позиции. По мнению совета, большая часть деревьев находится в аварийном состоянии. Причем большинство насаждений – американский клен, который как сорняк вытесняет другие виды деревьев. Поэтому вырубка зелени не нанесет урон экологии парка, а наоборот станет благом, уверены общественники. Да и спорткомплексы городу очень нужны. Правда, пять членов совета из 11, в том числе Алексей Грибков, идею застройки парка все же не поддержали. Само по себе строительство таких объектов, конечно, необходимо, но нужно рассматривать, еще раз повторюсь, альтернативные варианты. Если они лучше окажутся, то есть не повлечет это вырубки и достройки каких-то зеленых зон, ну, конечно, нужно выбирать такие варианты. Напомним, на строительство спорткомплекса «Край» получит 125 миллионов рублей из федерального бюджета. Проект предполагает снос более 300 деревьев. В Крайвом Минспорте пока не рассматривают иные площадки для возведения ФОКа. В Барнауле сотрудники ГИБДД проверяют, перевозят ли детей младше 12 лет в специальных креслах. По закону это необходимо, даже если вы едете недалеко. Наряды ППС дежурят вблизи детских садов и школ. Покажите, как у вас пристегнуты дети. Многие ошибочно думают, что смогут удержать ребенка на руках. Это считается самой опасной перевозкой. При столкновении, при резком торможении вес пассажира возрастает примерно в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 килограммов, то в момент удара он будет весить уже около 300 килограммов. И удержать его от резкого удара переднее кресло практически невозможно. По этой же причине нельзя пристегиваться одним ремнем с ребенком. При столкновении его можно раздавить своим весом. В знаменитой шишковке показали, как выглядит третий этаж библиотеки после глобального ремонта. На открытии нового пространства, наверное, собрался весь бомонд Барнаула. Известные писатели, журналисты и деятели культуры. Почему им было сложно узнать старую добрую библиотеку, сейчас сами узнаете. В библиотеку ходят не только динозавры. По крайней мере, после такой перезагрузки. Заяблые читатели не узнают свою шишковку. Целый год ждали, когда закончится ремонт на третьем этаже здания. Теперь здесь можно не только читать, но и работать, общаться, отдыхать. Появились зоны для тренингов, спектаклей, концертов. Новая акустическая система и даже студия звукозаписи. На все работы ушло 20 миллионов рублей из краевого бюджета. Во времена моего студенчества, это было не так уж и давно, библиотека выглядела совершенно по-другому. Вот сейчас даже приходишь сюда в валенках, уже даже как-то неудобно становится. За свою историю библиотека пережила погромы, пожар 17-го года, Великую Отечественную войну и перестройку. Чтобы выжить в эпоху интернета, шишковке пришлось трансформироваться. В прошлом году провели ремонт на первом этаже. Появились кафе, зоны отдыха и, как здесь говорят, места для селфи. Я вот сижу и транслирую это все в инстаграм, потому что очень удивительно видеть современное пространство именно библиотеки для молодежи. И интерьер, и мягкая мебель, собственно говоря, яркая такая, впечатляет. Каждый год библиотеку посещает около 72 тысяч человек. Получается, примерно 200 читателей каждый день приходят сюда, чтобы прикоснуться к уникальному фонду шишковки. Сегодня в ее коллекции полтора миллиона печатных изданий. У меня до сих пор билет читательский, который выдан за 15 лет. Вот с 70-го года я в этой библиотеке. Если какие-то вопросы возникают, я иду только сюда сначала, а потом уже в другие места. Кстати, в библиотеке скоро обещают удивить всех, кто скучает по старой доброй шишковке. У нас есть еще два этажа, и как раз будут зоны, которые включат, скажем, такие элементы той ламповой шишковки. То есть классической библиотеки, ну что-то типа ленинки, да, вот когда там с зелеными лампами. Все это будет, да, безусловно. Как изменится самая большая и старая библиотека Алтайского края, узнаем. Через пару лет ремонт на втором этаже начнется осенью этого года. К четвертому приступят уже в 2021-м. Ирина Корчагина, Николай Шелко, День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд узнаете о погоде. Спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи.